Добрый вечер, дорогие друзья! Мы сегодня показываем тренду премьеру спектакля «Азория за стихи». Спектакль мы приготовили в большом нашем празднике «День Победы». В зале присутствуют наши ветераны. Которые уже немного, но они и есть. Стретьте нас! От всех нас поздравить их с огромным праздником. Поклониться им, поблагодарить за тот огромный подвиг, который они совершили во имя нас, всех живущих сегодня. Огромное вам спасибо. Этот спектакль мы посвящаем вам. Поклониться имя. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА То не ветер ветку клонит, Не, дубравушка, шумит, То мое сердечко стонет, Как осенний лист дрожит. То мое сердечко стонет, Как осенний лист дрожит. Раступи, земля сырая, Дай мне, девице, покой, Приюти меня, родная, В тихой келье гробовой. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Да, вы, шли, не пьющик, не пьющик, и это, чтобы по поводу женского пола. Кого, ел у нас, что ли? Воском! Начальству виднее. Будут тебе войсков, не пьющик, чтобы по поводу женского пола. Зашли в дом, товарищ мой, самоварчик еще не остается. Нет, спасибо, ехать в парад. Закон завтра шли, воском завтра не помогут. Да, да, шли, не пьющик. Нельзя же обгиб, без присмотра. Ну что, Осько, опять всех мужиков разогнал? Не пупай, Осько, азарил? Постыдились мы. Ой, сам постыдился, как уже четвертый раз за месяц моя с ними меняет. Смотри, как мы проверяли, понимаете? Так, ты, Политвай, как бы четыре раза именины на то месяц справляла. Да что ж ты делаешь, укаянный? Купиваю, а что в кровле? Аккуляшка с литькой, а детку пытают. А шамашку еще разорвали. Так ничего, а как я пару раз трогнула по голове? А так что? Что? Мне бы там карвашку пьет. Вот так играют. Все, я не хочу быть фашистом. Подожди, хорошо, на полную секунду надо брать. Ой, молодцы, мне хочется. Теоня Анастасия, пиши, сам пишет. Ой, ну что ж, не ждать. Что-то разрядиться, ручные, а давай, за так. Ой, же мой. Вася, Василий, Вася, тебе письмо. Однополчаник пишет, Вася. Письмо, я письмо. Вася, слышь, Вася, письмо тебе. Скронка, однополчаник пишет, Вася, слышь. Пись. Машенька, подойди сюда. Машенька, подойди сюда. Машенька, подойди сюда. А вот и где-то пришел. Вопрос сложный. Твое деление не пьющих фронт принтерс, и то сомневаюсь. А все из-за вас, баб, выстрелит вас при фронтовой полосе. Да как же? Постирай помидор. Ой, а ты не горюй, Федон, Евграфыч, ты ж теперь у нас один остался. Вроде как, например, ты теперь по дворам ходить будешь, как пастух. Такая у нас сама договоренность насчет тебя, как будто она у изничеков не пришлет. Ты по линии ворова совесть пойми, солдатка треви. Дамочка какая, вот и веди себя соответственно. Война, Евграфыч, все снижено. Из солдаток, из солдаток. Тоска на душу какая-то, Мария. Вот, Тина, а чего? С бабами опять? Нет. С начальством проблемы? Да нет. А что тогда? Да во мне, наверное. Да что вы, Федот Евграфыч. Ну а что, Мария? Вся жизнь у меня какая-то непутевая. Ни семьи, ни детей. Война. Кажется, все было. И жена, и ребенок. Даже государство хату выдало. Наживи, радуйся жизни. А я как замуж вышла, уехала к мужу в соседнюю деревню. Так все нарадоваться не могла. И дом просторный, и земли вон сколько. И он сам такой нежный. Войдет, огнемет. И на ушко так. Тихо, тихо. Одна ты у меня, Мария. И никого больше не надо. А потом война. Забрали его через три месяца. Но я еще в финскую сбежала. Пока я там по сугробам загибался, она с основным лейтенантом загуляла. Да вот была с ним в южных краях. Я у нее сынишку, конечно, через суд отобрал. А сам к немцу воевать. А потом пришло письмо. Не уберегла она, но чудо. Помню. А мы с мужем даже детишек не успели завести. По другим дворам посмотришь, бегать, мумула. Счастливая не баба. Хоть и вдовы, но все равно счастливая. Да. Если б не война. Бывает, проснешься. Тепла не хватает. Обыкновенного, человеческого. Рядом никого. Жутко. Если представить себе, что придется так всю жизнь просыпаться. Знаешь, Мария, я ведь всего лишь три раза улыбнулся с начала войны. Генералу, что ордену рчел. Хирургу, что осколок с печа достал. Да тебе за догадливость. А если б не война. Девушки отдыхают 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 Снять неведено! Демонстрируйте! А есть приказ. Какой приказ? Соответствующий. В нём сказано, что военнослужащим лёгкого пола разрешать высушить бельё на всех фронтах. Именно в целях массировки. Проверим. Если нет такого приказа, сам всё поснимаю и сожгу. Кто и колондаш хотел мне имущество жечь? Мущество. Полин, пойди сюда. Я тебе задание особой властности. Ай, конечно. Служу, приветствую твою. Ну, слава богу. Видала, Асянь? Ага. Странная она какая-то. Не улыбается. Все девчонки вон хохочут, а разговаривают безумно. А это потом поведёт, а глаза по-прежнему серьёзно встаются. Ну, ты там пошушухайся насчёт неё. Ой, Восков, ну тебе-то не всё равно, а? Нет, не всё равно. Я ж должен знать, с кем он ходит, если что-то не дай бог. А, Восков, на нашем-то курорте, так на нашем небес не находит, чтоб не беспокоить. Ой, ну хорошо, хорошо, всё сделаю, не беспокойся. Ну хорошо, а теперь иди тогда. Ой, а чё, прям щас? Ну, Восков, усмотри, не забудь потом мою доброту. Попробуй. Ух, иди, ты, весь-то реках. Да ладно вам, а просто хочется она. Эй, девочки, я чё-то не заставшитон защищаю, это, беспокойся, ладно. Ладно, угомоню, идёте, отбирая. Убежали цветово нарвали. Ой, ой, ой! А где же цветы? Что так быстро? Что за дело? Что у вас за речка? Страшена подобрала свой сад, приказала доложить, что арестовал нас. Пошло, я суток. За что? Мы за речкой гуляли. Так, разберемся. Сейчас казармы, без меня их не мешают. Товарищ старшина, по какому праву вы расставали моих солдат? Это казармы. Стучаться надо. Вот даже не думала, что вы перед вашей хозяйкой без штанов ходите. А мои люди в моем подчинении. Так, может, вы тогда и ответите за людей в вашем подчинении, а? Может, и отвечу, а то окопались. Кто окопался? Это он окопался? Что ты у него посчитаешь? Сейчас этот осколок не вылетает. А ты окопался? А будет тебе благодарна. Ладно, вот он и коммуникация. И прошу Настачи Соленко по усталу. Лично проверять буду. Ой, а что ж у них? И без меня? Восков я все узнала. В доме она осянина эта. Так что полный сюжет в бане состоит. Может, игры за играми? Да ну вас! А что я такого сказала? Восковь! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Гамильхова Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Сынок остался. Я его к матери отправила. Сама на фронт. Сначала санитарка, потом как полковую зенитную школу закончила, и на фронт. На тот же участок, где застава мужа была. А потом известие пришло, что собираются зенитчиков сюда на объект перебрасывать. Вот я попросила, чтобы наше отделение послали. Родители здесь у меня неподалеку. Сынок, не успокойся, пока с последним фашистом не рассчитаюсь. Родители здесь. Счастливая ты. А я одна теперь. Мама, сестра, братишка. Всех из курмета выложили. Обстрел был? Расстрел. Семьиком состава захватили под пулемет. А меня и сонка спрятала в доме напротив, и я видела все. Все. Сестренка последняя упала. Специально добивали. Ну а как же, полковник? Как же ты могла, Женька? А вот могла. Сейчас воспитывать начнешь или после обоя? Не начну. Субтитры создавал DimaTorzok А санатману проявленную пою, было решено устроить вам планный день и танцы. А нельзя было бы поэт помыться нам не дали. Вы отличники. Не, да, просто было решено устроить вам и танцы. Ну тогда спасибо за танцы. Ой, девочки, а вы ходите в прайс, старцынук на волах портували. Да, в красивых пышных платьях, при прическах, кавалеры во фраках. Ах, вот бы и сейчас так. Ну и подожди, товарищи. А говорим о сантеатре, господи. Разве от него ничего не осталось? Может, костюмы какие-то, чтобы настоящий балл устроить? Да, может и осталось, но не положено. Товарищи, что ж нам, я не это заслужила. Я не думаю, что когда начальство нам говорило устроить танцы, имелось в виду принести только патефон. Ой, да все у нас есть. Вот осталось. Мы принесли все. Ладно, дам вам костюмы. Но учтите, это козер дайму сестра. Если что-то, то... Знаем. Игра, девчата, сейчас ужина, после ужина Ваня. А потом танцы. Аккуратно хочется на 12 часов. А вот сейчас мы, 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 мы. Игра, девочки, спасибо. Ну и действительно, ребята, о чем оскопки, музык? Давайте его под зрением сыграем, а? Народ, спой под зрением, Камшалой. Давай, давай, тут соточки держишь там, несерьезно. А хозяйка ему очень отбовольная. Правда. О, она на все плечки нам убила, стерилась. Да ничего, что папа, знаешь, нам не рассказывала. Подумаешь, давай, героя. И, между прочим, товарищ старший, ты же нет, она, и терять не нечего. Что я сказала? Девочки, не шортысь. Давайте вам лучше стихи прочитать. Лиза, Лизавета, стой! Пусть я поступать. Какая же эта пьяна все-таки? Солдафон. Но это уже не исправишь. Вот, держись. Женька, да ты что? Держи, кому-то я, тогда семечки лучше напутаться. Спасибо. Ой, девочки, я тут совершенно ничего не послушала. Я просто в королеве стояла. Волок, вон, 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 вон. Девочки, спасибо вам огромное. Мечты, мечты, где ваше сладость? Где ты? Где ты, ночная радость? Исчезла, вон, в вечерний сон. И одинокий, вон, 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 вон. Такой ждет. Кругом постели, наивая ночи. Мы дохладели. Мы бы летели такой прочь, И мы мечтали. Ищут полна душа ждания. ПЕСНЯ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А вот их болели! Держи! Ай, ни одного! Барфич не испугался! Товарищ, пошла! Чтение у меня подразделения отдыхает, больных нет. Бой не сутроу, докладывает комплекс ввода держат Криянов. Бой, танцуйте, танцуйте! Я трошу, посмотрю. Бой, танцуйте! Товарищ старшина, а что вы можете не увлекать? Смех, боль, боль. Девочки, спать пора! Заброй, мы сейчас подъем 6 часов. Ну, пусто, настощие сейчас пойдет. А мы тебе потянем. Да, да! Все, девочки, балокончик в устав. Да мы пойдем вот так, раз в утром кжевать с ними вставай. Ай, спать, что-то хочется! Ладно, девчата, бой! Спасибо большое! Ой, ладно, все спокойные, кто-то. Рита! 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 Что? Смотри, мать! Летишь на подруле, левоскоп узнает. Горишь! Лучше, Женька! Я везучий! Посмотри, Ритка! Ты реально в журнал про твои походы. Думаю, ты забыла кого-то и бегаешь на свидание. Что? А как она могла подумать такое? Я ей утром выскажу. Нет, с ума с ума сошла. Да она точно во сколько донесла. Ладно, пускай всякую ерунду зачиняйте же, но поматывала, не мешала. Ты правильно. Как бы ты забыла. Давай. Товарищи! Товарищи! Что? Что случилось? Не уйди в лесу. Откуда известно? Сама видела. Живо! Воевая тревога! Кирену! Ко мне! Ага. Похожи, у меня! Похожи! 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 Вiteria! 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 Держит! С DFB! Всего! Асянину давай! За что ли дело? Асянина пойдет старше! Строй отряд! Похожи! Построили, товарищ старшина! Есть! Значит так, идём на два дня! Женя, Галя, Лиза... Погоди, Ощельна, погоди! Немцев это плавить, не рыбу! Такой, чтоб стрелять имели, что ли? Умеют, товарищ старшина! Ну хорошо, а может кто ещё немецкий знает? Я знаю! Что я? Что такое я? Докладывать надо! Валер Скурвич! Ну как бы и к нему... Руки вверх! Точно! Значит так, идём на два дня! Подзаправиться всем! Привести себя в порядок! Поесть! Пока не бойко жму взять! На силу и сорок минут! Налево! Раз, обьдись! Остань на берема! Останьтесь! Значит, на этой дороге вы делали? Да, в направлении к шоссе! К шоссе! А что ты там в 4 утра делал, а? Просто по ночным делам! Я ночным делал! Я вам самолично нужник поставил! Или вещайтесь! Знаете, товарищ старшина, есть вопрос, на который женщина отвечать не обязана! Нету здесь женщин! Пока война есть, все мы тут в среднем роде будем! Что им там в шоссе делать? Там Леш Клинскую сведёт! Там им быстро прищутят! Чемодан, говоришь, у них будет? Да, вероятно, тяжёлый! Вдвоём несли! Ну, если её толку не несли! А если толку, то машину-то не на шоссе, а на железку! Ну, если так, то нужно отрайне на железную дорогу сообщить! Да! Кирену сообщить! Всё, нам пора! Строит ряд! Отряд! Строит! Недалеко от расположения было обнаружено два немца! Так как они по нашим делам идут, они сами боятся, то есть противника, но бояться не к чему, но близко не подпускать, потому что он мужик старого и вооружён специально для ближнего боя! Ходить только по парам и не отставать друг от друга! Если кто чё увидел, то кто-то по звериному или по птичему умеет сигнал подать! Да я серьёзно говорю, в лесу голосом суть не подашь, у них за то уже ухи есть! Я умею по звериному! Мя-а-а! Мя-а-а! А слов-то не вводится! Ладно, наушу я вас по дороге! Спасибо вам, Левшер! Буду! У меня через два, в среду, крайний срок! Готовы! Налево! Шагом! Ось! 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 Доген völlig чиновник! Ось! 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 И больно, я знала, держа, 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 держа. Ну, я проверник моего готовности. Забыла, как училась? Давай. Что случилось? Вас уже архангелы на том свете встречали. Растопались укропненушки и хвост с трубой. Ну что, вы сказали? Ещё чего? Ну, это хорошо. Ну, чего? Кто? Путинки. Васяна первая. Ничего. Верху направо, эта сломана была. Молодец. А ну, что вы, конечно, демякова? Всё в порядке. Ясненько. Слева роса была сбита. Справа ещё держится, слева сбита. Вот глаз, вот глаз. Молодец. Красная армия с величиной. А ещё было два слета от немецкого резинового ботинга. Что их не десанты приносят? Ежели судить по носкам, то держать что-нибудь вокруг болота. Ну и пусть его держат, потому что мы его возьмём на гребки. Значит так. А сейчас внимательнее надо быть. Как задержать слегу. Давай, давай, давай. Слегу берём. И прежде чем ногой тригу ставить, слегой проверяй. Ясно? Потому что там слева-права трезина. Маму позвать не успеете. Вопросики есть? Товарищ Саша, ну а что такое слега? Слегка, что ли? Что у вас в руках? Не знаю. Это дырка какая-то. Вот это и есть слега. Ясно говорю? Ну, прояснилась. Даль. Какая ещё даль? Давай, в первом противопереводчике. Евгения, перестань. Ну да, сейчас не точно так. Маршрут очень опасный. Всех куртом за мной. Но след, след и нет. Стой! Значит, будет по пояс. Винтовки берегите. Вперёд, вперёд, за мной. Не отставать. Молодцы. Молодцы. Слегку глух руками. Товарищ Доршина! Что? Товарищ Доршина, на пух ноги снялся. Не стоять, не стоять. Не стоять. Вперёд. Куда? Нет назад пути. Вперёд. Вперёд. Засосёт. Мы не можем стоять. Вперёд, вперёд. А такое, как же? Ай! Да разве найдёшь его теперь? Войди, стяга, товарищ Доршина. Идти надо, идти надо. Быстрее, вперёд. Спокойней, спокойней. Тут ещё немножко осталось. Вперёд идём, за мной, за мной. Не отставать. Вперёд, вперёд. Тут чуть поглубже будет. Аккуратно. Берёд. Берёгите оружие. Вперёд, вперёд, девочки. Да. Ну как, товарищи? Нет, нет. Никого тут нет. Мёртвое место. Погибельное. Мёртвое место. 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 Погибельное место. Мёртвое место. Мёртвое место. Слушай, на связи. Может, декой, товарищ сержант? Ну, спасибо, товарищ. Очень хорошо. Ну, чтобы у нас здесь час все хорошо окончилось. Воскаляйся и к возвращении. Наша разведка доложила, что Осянина ваша в деревне бегала. Да я вообще сама догадалась. Потом жалела, что сорвалась с ними в сердца. Да, как бы ни она, мы про нее особо ничего не узнали. Ой, так я же говорю, надо гостичеком послать, спать, с кем, чтоб она тянет, ведь и тем не волновались. Вот она, наш главный разведчик, через сено слышит. Ой, я че? А просто не нашла. Ты, товарищ Павлина, молодец, предложение хорошее. Ой, девоньки, давайте купим со здоровьем наших девчонок. Другой, тот. Держимся, держимся. Вперед, за мной, за мной, за мной. Вперед, за мной, за мной. Держаться, держаться. Вперед, вперед. Ставим. Еще чуть-чуть осталось. Вперед, вперед. Не стоять, не стоять. Уживка! Засосет! Уживка! Засосет! ПОЕТ «Звues Х暮 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вперед! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ой, в озеро, девочки! Вода! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Отставить! Смирно! Песок! А вы в него винтовки судёте, бояки! Винтовки к дереву прислонить, понятно? Сидор раскатки в одно место. На мытьё я приборку даю 40 минут. Вы, младший сержант Тасянина, мне отвечаете за порядок. Есть, товарищ нашина. Я буду на расстоянии звуковой связи, в кустах. Через 40 минут, чтобы все были одеты, обутые и чистые. Понятно? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну что, девчата, а то вы? Ну, вау, расставали, старшина. Замёрзли? Погреть-то всё равно некому. А, на, примеряй. Спасибо. Да. Так, ладно будет? Ой, очень здорово. Спасибо, товарищ нашина. Нам ещё сейчас полтора долги кушать. И там ещё рассмотреться, как гостей встречать. Так что, со мной. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА . Итак, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты мне кусочки не подкидывай. Кушай, как солдату положено, а? Кушаем. Да. Вижу, вижу. Худю тебя как в весенний грач. У меня конституция такая. У всех у нас конституция. Вон у Бличкина. Тоже такая же конституция. А есть на что поглядеть. Я решил встретить врага на главной позиции. И не открывая огня, предложить им сдаться. Ежели они, конечно, окажутся в противлении, то одного убить, а второго взять в живую. Начинать боевые действия только по моей команде. Ясно? Все, по местам. Возвращенные, когда глухие, пути не помнят своему. Мы, дети страшных лет России, Забыть не в силах ничего. Ископеляющие годы, Безумие вас, Надежды весть, Одни войны, Одни свободы, Крововый отцик в лицах есть. Кому читаешь? Кому, спрошу, читаешь? Никому к тебе. А чё струк? Так эти стихи. А-а-а. Глаза портишься? Светло, товарищ Тишина. Да, я так, просто. А родители у тебя живы или сиротствуют? Сиротствуют? Пожалуй, знаете, сиротствуют. Сама, что ли, уверена? А кто ж теперь в этом уверен, товарищ Тишина? Рисова. С вами. В Минске, мои родители. Я в Москве училась к Сосе готовилась. А тут? Известия имеешь? Ну, что вы. А родители у тебя еврейской нации? Естественно. Было бы естественно, и вы спрашивали. Может, уйти успели? А да то Бог. Иди, поглядывай, поглядывай всё-таки. И не читай вслух, потому что соли здесь тихие. И вечера холодные, так что воздух плотный. Слышно, раз на пять вёзд. Хорошо крякаешь, Причкина. Ничего не заметила? Да, ты поглядывай, поглядывай. Человек-то лесной, всё понимаешь. Кустики там не шевелятся, птички не шебаршатся. Понимаю. Лизавета, Лизавета, что ж не шлёшь ты мне привета? Это такая припевка у нас в селе была. А у нас споют. Позже споём. Вот выполним бабы приказ, да споём. Обещаете? Ну, ведь сказал. Давай, поглядывай, поглядывай. Лизавета. Что, сброшу вас? Что? На, подиже там. Да нервис ты, дай лоб. Жару тебе, давай, что яйца. Так примешь? Или разбавить? А чё это? Спис? Не буду. Компот? Давай, давай, давай. Не буду ещё. Бей без разговоров. Не буду. У меня мама березенский работник. Нету, мама. Война есть, немцы есть. А мамы нету. Мамы у тех будут, кто войну березу. Ясно? Давай, водички сразу. Держи. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Молодец. Давай, водички надо. Молодец, молодец. Ой. Голова у меня. Полетела. Ничего. Завтра, завтра до гормышка. Только выздорови. Завтра. Очень тебя прошу. Выдорови. Давай. Давай. Молодец. 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 Сами же говорили, что Синюхина Грида Единственный удобный подход к железной дороге. А до нее... Молодец. Молодец. Просто всталет, да ж больше. А по лесопомой дороге. А каждого куста пугается. Так, проявляемся. Так, товарищ старшина. Так могли они. И завалиться дымным прямым. До солнца. А с солнцем, а? Вот и будет солнечко подымить. Я разбужу. Да, будет мне. Будет мне вечный сон. Ой, красивый. Да, подарочный. Еще себе не скайк. Закурим? Я не курю. А насчет того, что люди. Я как не подумал. Правильно вам сказал. Да ты пойди, пойди, полежи. Ноги, наверное, гулять с твоей рыбочкой. У меня-то привычка хорошая. Федотный братус. Да пойди, покурим. Пойди, пойди. Полежи. Сил наберешься завтра. А я пока подожду. Асвета. Что? Слышишь? Слышишь? Не иначе с дороги в головок еще обращаться. Наверное, наши гости не любят. Давай, поднимай пальцов и повайли людей. Только что бни-ни. Ага. Слышишь? Ага. Слышишь? ol shows. Идите же, идите. Один, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Шестнадцать. 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 Понимаешь? Дорогу назад, хорошо помнишь? Да, хорошо. Хорошо. Не забудь болото. Цель своим, обгорелый пень, и слегу возьми, не позабуду. Когда доберешься, доложишь кириеновую обстановку, мы тут 30 покружим, но долго не продержимся, сама понимаешь. Так что давай. А сейчас идти? Да, дуй налегке, налегке. Все, ставь. Когда доберешься, подмогу пускайши. Ясно? Ясно. Давай, дуй, не забей так. Товарищ старшина, вы не забыли про обещание? Какое? Спеть вместе. Выполнил. Боевый приказ, да споем. Смотрите, обещались. Товарищ старшина. Плохо, девчата, дело. 16 автоматов это сила. Глоб такой нам не остановить. А не остановить тоже нельзя. Что же, они мимо тут пройдут? Да нельзя нам здесь пропустить. Нельзя. Надо как-то вокруг легон-то озеро закружить. А как? Брежимин на его расположение послал. А ну, выкладывайте свои идеи. Есть? Товарищ старшина, а что если мне лицерубу встретить? Да какие лицерубу? Все мужики-то на фронте. Тут сейчас лес, бабы валят. А ну, погоди. Точно. Ну, девчата. Ну, девчата. Молодцы. Тогда давайте, чтобы лес звенел. Мелькать там без отделения. Ну, не осень. И все, что форму определяет, все поснимать. Ясно? По лесам. Мелькать там без отделения. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Значит у них такой закон Стало быть 12 осталось Но это уж нам не страшно, товарищ бояться Для нас это уж пустяки Бреться! Субтитры делал DimaTorzok Мамочка! Мамочка! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Слышь! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В четвертах в перестрелке Лиза Бричкина в болоте утопла Соня вместе. Троих мы уже потеряли. Ну так давайте помянем наших бойцов. Продолжение следует... Сдалека не стреляй, когда начнут форсировать, он тебе очень пригодится. Очень, поняла? Подмоги нам ждать не от кого, а пропустить мы немцев здесь не можем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 За что вам умирать приходилось, а? Почему я принял такое решение? Почему я вас со смертью оженил, а сам целенький, а? Ну не надо. Держи. Всего два патрона. Мы с ним спокойнее. Я сейчас произведу разведку и вернусь. А то наткнуться и как с ним. Подожди. Помнишь, я в разъезде на немцев наткнулась? Я тогда к маме бегала в деревню соседнюю. Сыночек у меня там. Мама больна очень. А отец мой, он без вести пропал. Понял я все. Я сейчас бегу. Подожди. Пожалуйста. Нет. Бессмысленно это. Все равно ведь умру. Я все мучаю. До своих доберемся. Я все мучаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...